О визите французских юристов на освобожденные территории Азербайджана поговорим с профессором Западно-Каспийского университета Фикрятом Садыховым. Здравствуйте, Фикрят Меолим, как вы? Добрый день, здравствуйте, Фикрят Меолим. Фикрят Меолим, вот насколько важен такой визит, учитывая то, что французская страна, ну, как бы не всегда поддерживала, иногда даже проявляла неконструктивную позицию в отношении Азербайджана? Начнем с того, что французская сторона неоднородна. Есть власти, есть парламент, есть общественность. И те, кто посещают сегодня разрушенные территории Азербайджана, они понимают, что, по сути, это результат варварского отношения со стороны Армении. Это их деяния, это результаты их действий, которые привели к подобной ситуации. Они своими глазами убеждаются во всем этом. Понятно, что среди тех, кто посещает оккупированную территорию, не обязательно должны быть наши союзники и сторонники. Но то, что мы им демонстрируем, не может оставить равнодушным абсолютно никого. Даже тех, кто, в общем-то, демонстрировал за все это время какую-то удаленность от конфликтной ситуации и даже придерживался проармянской позиции. И этот процесс, он очень важный. Наша страна делает очень правильные шаги в этом направлении. Потому что это информационно-пропагандистская деятельность, которая является частью всей внешнеполитической деятельности. Она должна последовательно проводиться, системно реализовываться в жизни. И сюда должны приглашаться представители многих других государств и международных структур. Во Франции, как мы знаем, действует очень сильная диаспора, самая большая в Западной Европе. И мы видим, как Армения, видели точнее, в период военных действий, она требовала, можно сказать, от французского правительства поддержки. И французская пресса при этом занимала только армянскую сторону и практически никогда другую. Как, по-вашему, сыграет ли этот визит и такого рода визиты французской делегации в донесении правды об армянской агрессии в отношении азербайджан? Ну, давайте будем реалистами. Понятно, что те, кто находятся на проармянской позиции, они не станут буквально в течение двух-трех дней нашими союзниками. Но, в любом случае, если они приезжают сюда и видят все это своими глазами, видят результаты вот этого армянского вандализма, то, конечно же, во всяком случае, если они нормальные, трезво мыслящие люди, в их сознании должен произойти определенный сдвиг. Мы демонстрируем не какие-то театральные представления, мы показываем результаты разрушения наших исторических и религиозных памятников. Вот в каком направлении мы должны работать, и мы активно это делаем, работаем. А в армянском, вернее, во французском обществе, конечно, очень много пока еще кругов сил, которые позиционируют себя союзниками, партнерами Армении. И особенно это заметно по деятельности парламента французского, который, кстати, даже голосовал по поводу признания Нагорного Карабаха чуть ли не независимым государством. Но благо правительство проявило трезвую мысль и не пошло на поводу у этих депутатов. Но и это понятно, потому что вот эти люди, они крепко привязаны к этим армянским олигархическим кругам, политическим силам. Я думаю, что вот то, что такая вот целенаправленная, системная, последовательная, информационная, такая пропагандистская работа в этом направлении, она должна приносить определенные плоды. Она должна воздействовать на тех, кто, может быть, сомневался, или тех, кто яро и открыто поддерживал армянскую сторону. Потому что мы ничего не приукрашиваем, мы показываем реальности. И эту работу надо проводить и впредь достаточно активным образом. Спасибо вам большое за интервью. Благодарю вас. Я напомню, мы говорили о визите французских юристов на освобожденную территорию Азербайджана с профессором Западно-Каспийского университета Фигрятом Садыховым.